ДИЗАР ДИЗАР Celsius f1s, конечно, но тоже неплохо! Привет, я ДИЗАР! Сегодня разберу Фнаф VHS от Membeer! Погнали! На Ютубе существует канал пользователя под ником Membeer! Это зарубежный аниматор! А, Господи... Я уже... Блин, я уже забыл, что его зовут Membeer, я именно помню как называется VHS, а вот этого автора я забыл! Уж... Моё, говорится, это... Мой косяк! уж извините пожалуйста фанаты фнафа косячу ну ладно есть неактивный твиттер и более-менее работающий инстаграм аккаунт часто участвует коллабах по фнафу но стал он известен после того как начал делать вы чест кассеты по тематике фнаф пошли такого деятеля творчества от фандом фнаф как сквимпус макгримпус то я буду на него часто тупо одни из лучших вхс это даже на на лучше настолько не пробирают до мурашек если вы не видели те два моих обзора то можете посмотреть а если вам денег смотреть то можете посмотреть обзор от алекса кокоса на канале лунные янки у него получше и лунные янки утрену хорош разводят вич с газеты еще год назад в те времена когда проект сквимпуса хайповал видно что автор канала просто делать вич с кассеты по фану тем более он как аниматор мог захотеть просто поэкспериментировать подобным форматом с вм анимации людям очень понравился реализации подход мембира подобного формата анимации в разборе мы не будем учитывать все своем анимации с канала и чески с пометкой но канал и некоторые ролики созданные в честь каких-либо событий например годовщин частей фнаф ну чтож давайте начнем первая серия урасть офиса . mp4 видео представляет из себя съемку офиса из фнафа 2 оператор крутится по сторонам и разглядывает затем камера поворачивается прямо к центру смотря в коридор коридоре видно свечение которое угасает а затем тишина прерывается а сломан фредди нападать на оператора вторая серия уже довольно жутковато я бы наверно обосрался быть на месте оператора просто какая-то херода на тебя бежит футаж главного холла . mp4 данном видео на показано все та же локация из фнафа 2 а на сей раз камера записывает главный холл и запечатляет вход в комнату запчастей в один момент дверь открывается а в комнате появляется белый силуэт напоминающий тело мальчика камера резко осветляется азади силуэта мальчика появляется сломан и пони появляется во время монтажа заметил что слышен голос который говорит я игрушка человека темной стороны если скример бонни а цветовая га подряд признал это пиздец жутко выглядит ям очень жутко меняется на красный появляется бонни но он уже не сломан и поднимая голову его лицу становится окровавленным появляются человеческие глаза я вам не вознес их изо рта вылазит кишки сзади бонни появляется мариометка третья серия праздничная комната то с одной стороны жутковато хотя честно как то у скринфса давил на какие-то знаете более тонкие вот эти вот нити хоррора как-то но с одной стороны получалось реально жутко ты реально пугался но этом это поддейство знаете как как сайлент хиле то есть ты боялся не столько скримера сколько именно дай вещи атмосферы настолько она глубокая прям неприятно значит с этим шумом с этими искореженными лицами и образами что ты просто хотел выключить видео . mp4 из прошлой кассеты запись ведется с камеры во фнаф 2 данную комнату при можем наблюдать на камере 02 ничего не происходит до момента пока камера не выключается после некоторого времени камера восстанавливается прежнее состояние 1 когда камер включает освещение для наблюдения за комнатой видна чика с темными глазницами а в них видны реалистичные человеческие глаза постепенно чика поднимает голову и смотрит прямо в камеру фон становится полностью красным из чики вылазит голова девушки со светлыми волосами рядом с чикой стоит марионетка со светящимися глазами ладно образ довольно жуткий кадр переносится на темный экран слева появляется чика но только починенная справа появляется голова спринг-бонни голова бонни становится фиолетовая а из нее видение мужчина чика начинает хороший так сказать жуткий образ нашего маньячилы дрожать и мерцать минные человеческие глаза прочие останки и кишки после женские крики и мужской смех в конце на секунду появляется жуткое лицо марионетки с видным человеческим лицом 4 серия тизер не сказать что это серия однако как вы видели первой серии нам показывали представители оригинальной банды фредди с фредди бонни и чикой то логично чтобы была серия с фокси однако самой серии с фокси нет единственное что есть с ним это ранее упомянутый тизер поэтому мы его и разберем нам показана голова фокси на темном фоне его пустых глазницах появляются человеческие глаза как у чикки прошлой серии резко голова фокси темнеет кроме его глаз справа появляется марионетка а вместо с ней посторонние шумы 5 серия кошмар . mp4 все начинается с комнаты из мапа 4 оператор кассеты включать фонарик он поворачивается из стороны в сторону чтобы проверять наличие кошмаров в дверях или шкафу периодически он проверяет кровать сзади себя на которой лежит плюшевый фрэдбер оператор повторять действие которую выполнял ранее а затем он снова поворачивается назад вместо плюшевого фрэдбера появляется голова кошмарного фрэдбера фонарик начинает мерцать а затем выключается вылетает скример кошмарного фрэдбера кадр останавливается обратной полости кошмара единочеловеческий мозг камера переносит нас прямо к лесу ребенок от такого обосрется только в путь фрэдбера который выступает на сцене освещение затухается наполовину фрэдбер пассивен а в его челюсти виден человеческий мозг на аниматроника падает несильное постороннее освещение а в левом ухе слышны посторонние звуки полиции скорее всего на месте инцидента ведется его документация и расследование 6 серия сестринская локация данное видео выпущено через четырехлетие сл из-за чего я ее не должен был разбирать она по данную кассету от остальных подобных ювелирных кассет отличает то что она больше остальных похоже на обычный сет является найт мэр создана через пятилетие фнафа 4 кассету и и хронометраж и концепция позволяет ей быть таковой поэтому мы ее разберем видео начинается со съемки галереи баллоры видна сама баллора охранник постепенно подходит к двери но поворачиваясь он видит ноги баллоры запись обрывается и сразу нам показывать другая запись ней камера плотно снимает фантайм фредди живот фредди открывается и сразу же фонарь начинает работать неисправно а брюшной полости видны человеческие останки запись снова обрывается на этот раз запись идет фантайм аудитории виден пол по которому видно что охранник почти бежит на встречу охранника резко выбегать фонтайм фокси который меняется на комнату управления бэйби хэнд юнит объясняет что сейчас перезагрузить систему почти си источники свет выключаются оператор достает и включать фонарик впереди вина бэйби она искажается и слышит звук скримера идёт долгая тишина а затем поезжать скример аниматроники слышны посторонние шумы вылетает скример энерга показан энерд с повернутой от камер головы глава быстро поворачивается обратно но приобретает подтеки и человекоподобные зубы мы разобрали все серии фнави чес от мимбира а теперь перейдем к сюжету стойте таки вас нет мимбир как я говорил ранее просто аниматор который в ходе своего удачного эксперимента свечес форматом уделил свою интересную подачу данных анимаций мимбир никогда не делал ве чески с целью раскрытия своей точки зрения на сюжет фнаф потому здесь попросту нет сюжета и еще упоминание инцидента пропавших детей ничего не меняет ведь это уже считается как обязательным пункт для фнаф ве ческосе знаете в чем главный минус моих разборов на ве чес от сквимпуса магримпуса это должны были быть разборы тире обзоры однако выполнили они лишь роль разбора я даже не высказывал свое мнение однако в данном разборе тире обзоре и исправлю эту ситуацию охотно верю что существует монета на одной из сторон нарисован сквимпус магримпус а на второй бибер монета это монетов на ве чес сквимпус магримпус и мимбир это экспериментаторы только первый не боялся рисковать он не боялся не получить фидбэк от фнаферов и прочих зрителей его проекта сквимпус был условным знакомым биру и прочим проследователям что идея работают и люди понимают потенциал данной концепции ве чесок по тематике фнаф до сквимпуса понятное дело были другие люди которые делали свои ве честы и пеплашна но все из них были всякими выступлениями аниматроников наполненными небольшими дичами и некоторые атмосферы и не более сквимпус магримпус показал что и себя действительно может представлять на ве чес и если это постараться сделать креативно мебель что сушите ве чесани бхс действительно революционный и креативный ве честно должны были бы смертельные файлы стилизованы под тематику фнаф сквимпус же сходу распространив фандоме подобный формат показал что данные вроде простые создание видео могут показать точку зрения своих авторов показать их навык и способность влиять на людей путем наглутания ужаса и страха а умение взять людей опровергает какую-либо бестоладность личности а выражая это все своим взглядом на сюжет фнафа можно также подчеркнуть свою личность и свой взгляд если вы меня спросите кто мне больше нравится с кем посмотри мембер то скорее всего я отойду от ответа ведь и обоих уважай и люблю все-таки скрытых как-то по талантливее наш подошел это те люди которые оживили фандом путем мотивирования людей творить некоторые люди покинувшие фандом так вообще вернулись обратно воду к им стало интересно наблюдают за таким форматом а это знаю даже круги вполне себе работает хоть мне идея сквимпуса больше близко и кажется мне более интересной креативной но все равно обоих уважаю одинаково если сквимпус магримпус смог отлично и раскрыть свой взгляд на сюжет фнафа то мембир отлично показал как быстро навести ужасно человека сквимпуса магримпуса и мембира нельзя сравнить во всем одновременно ибо это не имеет смысла их можно сравнить но только лишь в отдельных критериях сквимпус выиграет мембира в сюжете а мембир же победит своей жутью только по отдельным критериям кто-то из них может выиграть но не во всех одновременно так как это будет простейшая ничья поэтому я их и считает двумя сторонами успею справи быдва или справи быдва на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и пишите свои идеи для свечу хроника в комментариях или за удачи вам ну чтож ребята лучше в конце пугалочка чушь нить нет урать вот такое видео дизара мое принципе почтение я об данном автое кажется совершенно мало то есть это свою парочку но о нем это забыл уж реально простите но принципе блин минимум паре анимации парень реально хорош а некоторые образы пугают и показать такую ночью вы в штаны обосретесь и дискомфорт все еще будут напрягать ну что же респект и лайк спасибо за это видео спасибо кстати это видео было заказано огромное спасибо за заказик ну чё ребята всем удачи всем пока и спокойной блин ночи